Привет, какентайщики! Вот и наступила настоящая яркая, жаркая лена. Для меня это время теперь тесно связано с одним из любимых занятий катанием на роликах. И хоть это и не самый тяжелый спорт, устаешь, намотав несколько километров, довольно-таки прилично. И при этом ужасно хочется же есть. Вот сегодня на пятый круг я стал все чаще задумываться, точнее даже мечтать о куске вкусного, ароматного мяса. И в таких случаях мне на ум, как правило, приходят мысли о розбифе. Вот его-то я сегодня и приготовлю. На этот случай дома у меня как раз припасен кусочек аппетитной вырезки. Для ужина на двоих такого кусочка розбифа будет вполне достаточно. Кроме того, он будет достаточно быстро запекаться, гораздо быстрее большого куска. Соответственно, не придется умереть с голоду. Итак, для того, чтобы запекать розбиф, нам необходимо сначала подготовить саму вырезку. Прежде всего, удалить с нее вот эту вот пленку. Кстати, хочу сказать, что борная очень свежая говядина не всегда хороша для приготовления розбифа. Точнее, очень сложно приготовить из нее розбиф нежным и мягким. Такому мясу, если вы уверены, что оно очень свежее, стоит дать, полежать в холодильнике буквально день-два, для того, чтобы под воздействием образовавшихся линзинов, размягчил этот белок, и этот белок в мышцах делает мято мягким и ароматным. Обмотаем нашу вырезку зеревкой, для того, чтобы розбиф в процессе запекания приобрел красивую форму, ну и, кроме того, равномерно протекся. Итак, в процессе моей непомояческого слова «вязки» получился такой маленький, но очень обиделый кусочек вырезки, который, прежде чем отправить в духовку, необходимо обжарить на сливочном масле до золотистой корочки с двух сторон. Кстати, чтобы сливочное масло не подгорало, добавьте к нему немного оливкова. Пахнет уже очень вкусно, но есть еще, на что, рановато. Для этого ему нужно постоять немного в духовке. А перед этим я натру его смесью разных перцев. Вот торжественный момент. Остается поместить наш аппетитный розбиф в форму для выпекания или на противень и отправить в духовку, предварительно разогретую, до 200 градусов. Выпекаться такой маленький кусочек 500 грамм будет не более 18 минут, для того, чтобы мясо обрело красивый розовый цвет и в то же время сохранило свою сочность и нежность. Рассчитывайте примерно, что на килограмм вырезки вам понадобится около 35 минут. Итак, духовка готова. Отправляем мясо туда и остается только дождаться. Во время томительного ожидания я минуты зря не терял и приготовил горчичный соус дижонес, подробный рецепт которого вы можете найти у нас в блоге. Ничего сложного, просто взбить венчиком желтки с оливковым маслом, лимонным соком и горчицей. По-моему, то, что надо. Испугавшись, правда, что мясо недостаточно прожается, я продержал его в духовке не 18, а 20 минут, но мне кажется, что это как раз то, что нужно. Остается только добавить, что розовый блюдо универсальное и вполне самодостаточное. Его можно есть горячим, можно есть теплым, а можно есть даже холодным, делая из него салаты или сэндвичи. Получается, ммм, как вкусно! Остается пожелать вам и мне приятного аппетита. До новых встреч! С вами был Саша, Cooking Time, видео-версия. Пока-пока! И, конечно же, веселый летний танец! Подписываться!